Ну а сейчас по традиции давайте полистаем свежую прессу. Мой коллега Лев Шагинян сделал обзор. Итак, коррупционный скандал вокруг FIFA не только не утихает, но и обрастает все новыми подробностями. Газета Guardian пишет, что по данным юридической компании Queen Manuel, как минимум трое бывших руководителей FIFA, это президент Йозеф Блаттер, генеральный секретарь Жером Вальке и финансовый директор Маркус Катнер, выписывали себе сумасшедшие вознаграждения. Слаженные усилия футбольных функционеров позволили им в период с 2011 по 2015 год стать богаче на 79 миллионов франков. Это за счет повышения зарплат, выплаты бонусов за чемпионаты мира и даже за выходные пособия. Ну, чтобы я так жил, называется. Но никак не хотят зрители принимать новых ведущих шоу Top Gear. Создатели передачи поймались на том, что искусственно подкладывали закадровый смех во время монтажа, пишет The Sun. В моменты, когда Крис Эванс и звезда сериала «Друзья» Мэтт Леблан отпускали остроты, в зале стояла гнетущая тишина, разве что сверчков не было слышно. Да и вообще, старт у нового Top Gear'а проходит, ну, не слишком успешно, но зато связан с чередой скандалов. Вспомнить хотя бы тот случай, когда Леблан устроил гонки в Лондоне вокруг мемориала в памяти о погибших в Первой мировой войне и потом отказался извиняться. Japan Times пишет, что Олимпийские игры в Токио в 2020 году могут обзавестись новыми видами спорта. Это бейсбол, скейтборд, серфинг, скалолазание и даже карате. Олимпийский комитет, похоже, решил убить сразу нескольких зайцев. Во-первых, новые дисциплины привлекут молодежь, а во-вторых, они весьма популярны в стране восходящего солнца. Сами японцы тоже в восторге, конечно, ведь, к примеру, бейсбол они обожают ничуть не меньше американцев и надеются, что штаты пришлют на Олимпиаду своих топовых игроков. Не знаю, насколько это будет интересно российскому зрителю, но хотя бы узнаем, чем отличается питчер от кетчера. Сайт Newsmax сообщает, что кандидат в президенты от либертарианской партии Гэри Джонсон рассмотрит возможность помилования Эдварда Сноудена, если его выберут президентом США. Этот человек раскрыл информацию, которую бы мы не узнали о себе. Правительство США шпионит за своими же гражданами. Я бы не хотел видеть Сноудена в тюрьме, заявил политик. Ну, теперь осталось малое, чтобы Джонсон обогнал на выборах Клинтон и Трампа. Шансов, честно говоря, у него мало, потому что на прошлых выборах он набрал меньше одного процента. Так что Сноудену дорога в США еще долгое время будет оставаться заказной. Сноудену дорога в США.